Путь на Голгофу идущий осилит. Вот Соломея со своим коронным блюдом. Пир Ирода – сюжет, любимый многими художниками. А это автопортрет мастера с музой. Кто она? Боль, судьба, смерть. Игорь Пичиков – художник нестандартный. Его работы сотканы из собственных мыслей, средневековых гравюр, ветхого и нового заветов, мифов и сказок. Я вообще считаю, что все люди рождаются с какой-то потенцией. И развивает они, развивает. Но я думаю, что это что-то тоже врожденное отношение к жизни. Я не уверен, что если бы его судьба складывалась как-то иначе, он бы писал там те же самые березки или цветочки. Нет, он всегда работал над этим. Ну и хорошо, что он оставил после себя вот такой след, который, мне кажется, сейчас он актуален. Все представленные работы из семейного архива. Родные признаются, наследие Пичикова огромно. Многое хранится в частных собраниях России и зарубежья, но и дома – настоящий художественный музей. У нас все стены просто завешаны картинами, просто все. То есть, если у вас обои на стенах, у нас картины. Ну и плюс графика лежит в специальных папках. То есть, графические листы, все невозможно здесь повесить. Стены заканчиваются раньше, чем заканчиваются работы. Олег Радин – близкий друг Игоря Пичикова. Сравнивает его с хирургом, который пером и карандашом работал как скальперем, без права на ошибку. Не побоюсь этого слова. Гениальнейший художник, графику которого можно сравнить с графиками художников в эпохе Возрождения. Мы часто не замечаем или проходим мимо, отмахиваясь от тех людей, от тех художников замечательных, которые находятся рядом с нами. Вот от Игоря отмахнуться нельзя. Работы Пичикова не написаны, связаны единой нитью, мыслью художника. Это его личная вязь, клубок, лабиринт. Можно и заблудиться. Искусствоведы подсказывают, стоя у картины, просто задайте вопрос автору. И он обязательно ответит. Продлится выставка до 20 декабря. Елена Романцева, Юлия Матвеева, Алексей Еременко. События дня.